Место озера, скверы как такового, у нас здесь большой ДК, вот, что еще у нас есть, магазины, ларьков очень много, в основном асфальтированные все улицы, только переулки кое-где. А что продавать-то собрались? Почему продаю? Ну? Да потому что дети в Москве, а я здесь одна стала. А, перебраться хотите? Да, муж у меня 20 лет назад, они в Москве, а я одна. А соседи, что у вас тут, пенсионеры, молодые, вперемешку? Здесь пенсионеры, но они такие, ну, в общем, молодые, мне 70, а им, ну, где-то по 65 тоже, хорошие, нормальные люди. Клетки останутся? Да, обязательно, я все оставляю. Да тут, не знаю, можно как это, Благояр, у нас Ставропольская фирма есть здесь устраивать. Работать и кушать хлебчик с маслом. Друзья, всем доброго дня и отличного настроения. С вами, как всегда, команда Николай Сомсикова, агентство недвижимости «Титул». Меня зовут Артем, и сегодня мы прибыли в поселок Шаумянский, Геолуевского района Ставропольского края. Хочу сказать сразу, заранее, перед началом обзора, поблагодарить вас за комментарии, теплые и нетеплые, с критикой, комментарии под прошлыми моими видеороликами, которые выходили не так давно. Их уже собралось порядка 5-6 штук. Спасибо, что меня направляете вашими комментариями и отзывами, подбадриваете на совершение новых обзоров без ошибок, либо же просто с хорошим настроением приехать для вас снять очередной дом, который мы будем обозревать. Сегодня у нас декабрьская погода, как видите, уже солнечно, но снег не тает, то есть Новый год у нас будет, я думаю, что со снежком и с хорошим настроением. А для вас давайте я покажу домовладение, которое мы будем обозревать. Вы уже позади его меня могли видеть, я просто не могу знать, какова была картинка и насколько правильно дом попадал в кадр. Но расскажу вам по поселку такую вещь, что до Георгиевска здесь буквально ехать 7 километров до ближайшего города, но в данном поселении есть и общеобразовательная школа, есть и детский сад, и отделение почты, есть храм, есть библиотеки, магазины, вот буквально в левую сторону. Как раз давайте я вам сразу и подъезды покажу, что дорога здесь асфальтирная, она просторная, центральная, буквально от трассы, которая ведет уже в Георгиевск, съезд длился, ну сколько, метров 600-700, и как раз таки вот в конце улицы там большой пятачок продуктовых магазинов, есть и пивные даже, и рыбные, и салон сотовой связи, все в порядке. Вот у меня сим-карта Abiline номер, сеть полная, 4G, все ловит хорошо. Итак, на въезде мы уже видим большую березу, я вам немножко расскажу о доме заранее, у нас вот хозяйка в окно встречает. Здравствуйте! Здравствуйте! Помогите, не нужно! Выходите, конечно, одевайтесь по-теплому, будем с вами вместе проводить обзор. Хозяйка в окно нам посмотрела, я заранее, конечно же, позвонил, но убедилась, пришли мы или нет. Итак, отличный дом в Шумянском поселке, общая площадь 90 квадратных метров, большая кухня-столовая, санузел раздельный, ванны и кафель, выполнен капитальный ремонт, установлена спецсистема, продается с мебелью, все окна ПВХ, участок 15 соток с постройками, есть гараж для простройки, для ведения хозяйства, имеется теплица и подвал. Собственно, я сейчас еще уточню, я так подразумеваю, что этот гараж как раз таки и будет нашим также. Ну и границы сейчас уже с хозяйкой, мы с вами вместе обговорим и позадаем ей всякие разные вопросы. Друзья, нас встретила уже хозяйка, мы уже успели задать пару вопросов, собственно, по границам участка, наша лавочка будет рядом с кустами. А что это за цветы, подскажите, пожалуйста? Гибискус. Ясно, смотрите, окончание дома вот здесь, то есть 50 сантиметров примерно, 53, если быть точнее, видите, в нашей территории от стены дома, правой границы. Дом полностью облицован кирпичом, внутри он саманный. Крыша, как уже можете увидеть, из металлочерепицы зеленого цвета. Гараж, я уточнил, он действительно наш. И за ним еще 75 сантиметров также нашего владения. Получается, я вам сейчас даже покажу, вот этот закоулок, он, собственно, наш. Так, а в гараж, я так понимаю, что мы снутри сможем попасть. Давайте туда заходить на территорию, я вам подъезд еще раз покажу. Довольно-таки широкий и высокий, они тут газовые трубы, ничто не мешает, может заехать хоть грузовая машина, хоть что угодно. Итак, мы заходим и видим, у нас здесь бетонный пол плюс асфальт с комбинацией асфальтной. Фундаменты по дому жили за бетон у вас? Да. И дом примерно, какого, 73-го года, 73-го года. Хорошо, ну давайте, раз вы уже открыли, что это, гараж? Проходите в гараж. Мы в него напросились попасть, ну и, собственно, посмотрим. Гараж с ямой, отлично. Я вам покажу сразу все пространство, здесь машина встанет без каких-либо трудностей. Яма довольно-таки глубокая, можно стоять в человеческий рост, никаких проблем нет. Так, и мы с вами пробегаем по стенкам, смотрим трещины щели, которые есть. Ну, вот такие небольшие. Ну, я же должен их в любом случае указать. Мы не скрываем, говорим, как есть. Бетонный пол, все хорошо. Ну, для гаража обычная такая постройка, довольно-таки нормально. Есть вот полки под инструмент. Ну, мужчины, я думаю, сами уже знают применение пространства. Ну, и у нас получается въезд. Жалко, видите, что мы в декабре снимаем, потому что все красоты, как говорится, весна, лето, зелень, цветы, все ухожено, чистенько, все пахнет, благоухает. Но сегодня у нас, кстати, хоть и солнце светит, но мороз так, поддавливает немножко, ничего не тает. Так, ну, виноград мы насмотрелись. А какой сорт хоть винограда скажете? Каберне, винный виноград. Винный. Вон у нас даже киса лазит поверху. Так, ну, давайте хозпостройки что, мы, может, в конце пройдем сначала по участку, вы покажете, что у вас там посажено, деревья, сад какой-то есть. Мало деревьев, да, Греть? Деревьев мало, пусть люди будут сажать сами. Понял. Ну, у вас тут, смотрю, прям такие сарайки, хозпостройки, можно... Я занималась птицей, смотри, сейчас разно лед. Ага, лед, хорошо. Я занималась птицей, поэтому здесь... Много, да, смотрю, что построек, но мы еще раз пройдемся по ним более подробно. Теплица. Есть все, вижу, земля даже вспаханная, ухожена, кустики роз, красота. Да, так, ну, и здесь опять же цветы у вас по левую и по правую сторону. Это, получается, те же самые, что и на входе, да, у нас были? Да, это гибискусы. Кусты роз также есть. Я вам показываю все. Там розы здесь. Это, например, на 6 штук порослятся. Для поросей, понятно. Откройте, все, ей. Дай, дайте. Сейчас. Дай, дай. Я боюсь, что я деревяшку выломаю сильнее. Ага. Так, ну, здесь просто сейчас... Подмерз, может, немножко. Все понятно. Маленький поросятник такой. Шиферная крыша. Так, хорошо. Здесь мы посетили. Коптилька. Действующая коптильня. Действующая, да, коптильня? Не надо, сейчас это сложно будет, потом я не закрою. Ага. Это легко сделать. Сначала там открывается, потом здесь. Короче говоря... А давайте я сверху вот так покажу, да и все. Да, давай. Там же будет видно, я думаю. Там лист большой, вот такой толщины. Сюда подводится газ трубочкой. Зажигается и все, и опилки насыпаются. Ну да, уже щепы, штука. Рабочие мы... Ну, вообще-то коптили не щепками, а опилками. А, опилками прям все. Ну, золотые коптят опилками. Находите на огород. Так, участок, напомните, сколько соток? 15 соток. 15, да? Да. 15. Вот, где мой, где вот... Вот, где есть кусты. Вот, где... А, ну у вас заборов, получается, между соседями нету, вы просто на честном слове проживаете. Да, и все у всех так. Да, вижу. Здесь также виноградники, получается. Кусты смородины. А это что за дерево у вас маленькое стоит? Где? А, вот. Это не мое уже. Вот то? Да. То груша, но это не мое. Вот, видите, где там стоят металлические вот эти. А, все, то есть вот эти кусты в нашей территории лежат. Все, я пойду, хорошо. А вот там, до того огорода, где трава, вот это все наше. Так, ну и здесь получается уже справа у нас вишня, винограды. Это черешня, это розы. А, это черешня, пока уже думал вишня. Все, поправили меня, спасибо. Так, ну и вот по той дорожке получается наш левая часть. Часть участка. Это кусты смородины, получается? Смородина черная, да. Высокая такая. Это абрикос. А вот, да, мы ветку, кстати, молодую прошли, абрикос. Да. Все, отлично. Ну, давайте еще раз дальше пройдемся. Чуть посмотрим, что у вас по деревьям. А здесь вот этот виноград какой-то другой сорт? Да, дамский пальчик белый, очень вкусный виноград. Отлично. Зелень у вас до сих пор прям зелененькая в декабре. Так, это у вас посадки, наверное, огурцов, что-то помидор. Понятно. Это черная черешня. Черная есть. Черная. Ну что, а что у нас зимой лук так растет еще? Это под зиму чеснок сажаем обязательно. А, чеснок. Я, честно говоря, первый раз вижу. Я знаю, что мы до бабушки ездили, также сажали чеснок на зиму. Ну не знаю, что он в декабре, в январе уже зеленый над землей. Так, ну и вот он, получается, собственно, весь участок. Это что у нас, чернослив какой-то? Нет, это просто терен. А, терен, ну крупные ягоды. Вот. Это же еще он поставал. Да, я же говорю, крупные ягоды, и подумал, что слива. Ну и конец, получается, где? Здесь все уже? Нет, это возвышенность. Вот это вот туда вот, да. Вот где две деревья, это уже конец. Угу, по возвышенности конец участка. Куст фундука у вас дальше вижу. А? Фундук вот вижу в углу еще. Это фундук, да. Хорошо. Ну и все, участок у вас спаханный, ухоженный. Да. Земля вспушена, как говорится, на весну. Да. Ну и давайте тогда проводить у нас по хозпостройкам. Что у нас там? Мы свинарник, коптильную посмотрели. Дальше что у нас еще есть? Будем рассматривать. А соседи, что у вас тут? Пенсионеры, молодые, вперемешку. Здесь пенсионеры, но они такие. Ну, в общем, молодые. Мне 70, а им, ну, где-то по 65 тоже. Хорошие, нормальные люди. Все дружно, все живете. Ну, по крайней мере, поскольку здесь 2, вы не спели, не ругались. Здесь бабулька просто старенькая очень живет. Ей 92 года уже. А участок, то, что, да, запущенный? Да, что запущенный. А вот следующий, там тоже пара живет, такого же возраста, как и я. Все, понял. Ну, я уже почитал, немножко подготовился к вашему, перед приездом к вам. Я узнал, что есть детские сады, есть школы, есть храм, почта. Все это, я посмотрел. Еще что-то, может, какие-то, не знаю. Скверы, что-то у вас тут, речки, озера, может, подскажете, есть? Есть озера. Ну, скверы, как таково, у нас здесь большой ДК. Вот, что еще у нас есть? Магазины, ларьков очень много. В основном асфальтированные все улицы, только переулки кое-где. Я видел, что здесь 24 улицы, получается, всего. Они все, в принципе, в квадрате построены. И там не асфальтированных буквально два или четыре переулка будет. Мало совсем, да. Так, это вот просто для инвентаря. Ну да, такая небольшая постройка, без незакрытия, ничего. Можно просто поставить инвентарь. Металлические какие-то стены, шиферная крыша. Ну, вполне нормально. Это вот арматуры вы под колышки использовали? Да, это на три доллара. Хорошие у вас колышки. Да, очень. Уличный туалет, да, я так смотрю, это? Ну, он уже в таком состоянии, чуть повернутом. Дверь надо делать. Понятно. Ну, давайте так. А, дверь в пол упирается. Ну, понятно, то есть эта постройка такая. Здесь у вас, кстати, за свинарником, это вишня у вас? Это вишня, да. Вишня, все вижу. Ну, и вот такая задняя часть получается свинарника. Я вам так же покажу. Так. Движемся дальше. Это водопровод. Это летний водопровод. Потому что, ну, короче говоря, вот такая строя идет. Полив. Полив, да. Ну, я думаю, можно и машину туда помыть по российскому шлангу на улице. Обязательно. Это одна скважина, а потом другая скважина идет, которая в дом. А это на огород поливаем. А по коммуналке, подскажите, у вас, ну, в зимний период по максимуму сколько платите? В летний? Ну, значит, летний период можно практически ничего, только платить за электричество, за газ, мало там. А в зимний период, ну, 4. Это вот с газом, со светом. Все условия, получается. Да, мусор. Ну, 4, 4, 200 где-то вот так. Хорошо. Здесь постройки уже из шлакоблока, тоже крыша шиферная, получается, отмостки даже здесь есть. А у нас свой есть фонарь, мы подсветим, ничего страшного не переживать. Клетки, я цепляю. Клетки останутся? Да, обязательно, я все вставляю. Да тут, не знаю, можно как это, Благояр, у нас Савропольская фирма есть здесь устраивать. Работать и кушать хлебчик с маслом, а еще с икорочкой. С хлебом, с маслом и с укрой это всегда вкусно, согласен. Полы бетонные, все сухо, потолки я вам показываю. Ну, электричество сюда подведено, просто нет ламп, правильно? Да, я просто лампу выключила. Ну, для птиц тут, конечно, капитально все оборудовали. Да, берем вот 24 дня цыпленка, выращиваем до двух месяцев, в месяц практически держим и продаем. Сдаем прямо живьем. А, есть кому даже? Обязательно. Ну, по секрету нам номер тогда, если что, оставьте. Обязательно. Чтоб мы уже не искали, раз у вас тропы-то налажены. Так, ну и давайте пока вы тут закрываете, я может эту пока открою, посмотрю, что у нас тут. Там просто для курочек, для несушек, вижу, на СЕСТ есть, выход на прогулочную территорию также есть, кирпичная постройка, все отлично. Полу вошло, здесь просто земля получать. Нет, просто у курочек нельзя делать, это только земляной у курочек должен быть. Все, земля, вижу, сено там немножко есть, вот такая вот крыша, утепленная что ли, или что ли, картон? Там, господи, скритоль, потом насыпано, сделано еще, короче говоря, утеплитель, и потом только накрыто. Ага, ну и вот получается их зона выгула. Угу. Все есть, все понятно. Здесь также все закрыто шифером. Здесь у вас трещина шла, смотрю, да? Была трещина, да, это еще давно-давно залепили. Короче, сделали там отмостку, а отмостка потянула немного. Вон, отмостку делали. Да, я понял, что слева там. Да, и отмостка потянула чуть-чуть. Ладно, понятно. Ну, давайте тогда дальше продвигаться. Птицы фабрики мы посмотрели, помещение для хрюшек также взглянули. А это у вас что, вы тут, мельничка? Мельница, да. Мельница. Если люди будут заниматься, я все оставлю это. Отлично, вообще здорово. Но я думаю, что тут просто невозможно не заниматься, если вот такое начало из-за даток есть. Это просто как закоулок, тачки, тележки, что-то как-то. Бетонный пол, все в порядке. Крыша также, шифера. Кстати, смотрю, шифер как будто новый у вас, но не такой уже старый. Старый он здесь. То есть, обычно уже такой, знаете, он темный, а тут светленький, все хорошо уложен. Ну, сверху там снег, вы ничего не увидите. Здесь вот тоже. Ну, здесь в основном, наверное, хранилище, где кукурузу хранила. Девять тонн кукурузы здесь смещается. Ого. Это у вас на корма, да, шло все? Ну, да. Понял. Ну, то же самое. Бетон, стены, шифер, все понятно. То есть, пространство, вы видите, девять тонн кукурузы, как говорят, помещалось. А справа, ну, вот через дорогу, получается, это что у нас за маленькая? Дорогу. Вот это? Да. Это топка. Мы делаем, потому что он мне прогнил котел, и я его убрала отсюда. Он, конечно, проднивший. Здесь ставится котел, обогреваемые теплицы. А, теплица, все, все, все. Я же понял, вон они, получается, батарейки. Да, тоже газ подводится под угас, все делается. Угу. Ну, то есть, котел нужно ставить, и все. Летний душ. Ну, здесь, поменьше, пока не поставить, он будет работать. Просто сгнил. Бак у вас тоже, смотрю, новый под летний душ стоит. Да, это, наверное, мулька. И врачево тюльпаны здесь, тысяча штук, три тысячи штук с тюльпаном. Ну, сейчас поместится две с половиной, потому что здесь занято, вот, я пробили воду. Угу. Ну, это вы также на продажу, да, делали? Тюльпаны, да, продавала. Классно. Ну, здесь хотите, тоже. Ну, здесь тоже. Хотим. Стоя такое здание. Здесь комната. Я здесь подержала пшеницу. 20 тонн пшеницы здесь. Давайте, смотрю. Ну, так же все кирпичное. Да, все кирпичное. Сухое пол. Ну, для сарая более-менее ровный. То есть, как бы, все в порядке. Кирпичная постройка. Здесь уже трещин я не вижу по потолку. Все, можете вот посмотреть. Отлично сделано. Здесь 20 тонн пшеницы выдержала. Конечно, здание такое, что оно выдерживает. Хорошие помещения, да. Так, и получается, здесь просто какой-то навес у вас, да? Это просто навес. Рабочий навес, да. А, ну, у вас и типа такая летняя зона, что-то... А плита подключена к газу? Да, все подключено. А, ну, что-то можно, допустим, тем же... Проходите, проходите. Той же живности приготовить питание собакам, кошкам, птицам. Здесь все закручиваю, закатываю летом. Ну, да, солки и так далее. Тоже все здесь асфальтировано, бетонировано. Но здесь уже не шифера такие металлические листы на потолке, на кровле, получается. Алюминием накрыто. Алюминий. Накрыто алюминием. Так, ну, здесь, в принципе, все понятно. Также видим, тут тиски, что-то уже мужская рабочая зона. То есть, смотрим, женская, переход, бах, мужская. А, ну, да. Верстаки, тиски и так далее. Все, в принципе, здесь понятно. Все посмотрели. Ну, да, под навес, то есть, вот он, смотрим. Я сейчас подальше отойду, чтобы было видно масштабы. Производство, как говорится, машина там в град, в дождь, что-то как-то можно загнать, поставить. Легковушка зайдет без каких проблем. А, тут еще не закончились у нас рабочие зоны с птицей. Все, вижу, все понятно. Да как вы управлялись с таким количеством-то птиц? Еще и тюльпаны, еще и птицы. А вот как раз-таки я о работе, да, можно поговорить, что... Вот как раз-таки говорю я о работе, можно поговорить, что вот вам готовое производство. Да. Чтоб, ну, многие, знаете, думают, а вот перееду я сюда, допустим, куплю дом. А где же работать? Я посмотрел, что у вас там карьер есть, есть птицефабрика. Да, у вас птицефабрика уже дома прям есть. Не дома птицефабрика. Как достать зерно, все это я подскажу, если кто-то возьмет. Ну вот, отлично. Зерно вижу, да, пшеница на полу лежит. Я немножко зайду, не буду по пшенице ходить. Ну и вот такое также помещение. Здесь пшеница тоже. Все, его полностью видно. Около 7-8 тонн, да, говорите, помещается? Не около, вообще до 9. 7-8 тонн. А, ну то есть вы уже стандартно помещали, знаете. Да, да, да. Понятно, ну и получается в левую сторону, что у нас тут? Раз, постройка. Два, дом. А это что получается? А это, ну получается, кладовая, подвал и кухонная дня. Выбери свою дверь, как говорится. Заходи, чтобы я закрою, потому что холодно. Здесь не есть. Давайте, здесь все, вижу, да, сетки. Слуга, у вас тут даже печь стоит русская. Да. Свет работает. А печка вообще функционирует, если так, при желании? Конечно, это лучше. Интересно, я помню, в детстве, знаете, мы на даче, в общем, другую ездили, спали на таких печах, классное было время. Ну здесь выяснили. Я просто улетаю, сейчас приготовила воды, для того, чтобы здесь не кашу варили собаки, все. Ага. Ну, вот такое получается помещение, как кладовка, хранилище, там овощей на зиму. Здесь стоит холодильник. Ну, а вы их тоже оставляете, получается? Нет, я забираю, холодильник оставляю. Холодильник хотя бы с вами, сторговали. Давайте пройдем в следующую дверь. А, давайте, включим, мы вас подождем на улице постоим. Привет. Так, нам ключи принесли, друзья, мы можем продолжать свой обзор дальше. Открыла. Все. Здесь подвал. Подвал. Свет есть, да, вижу выключатель слева присутствует. Все, спускаемся вниз. А, я сам самостоятельно, не переживайте. Все, кирпичом получается выложено. Ну, довольно-таки просторный, прям смотрю. Также я вам, давайте, проведу по помещению, чтобы вы его объемы могли визуально представить. И вот в этот угол я прохожу и поворачиваю. То есть полки, стеллажики, что-то, да как-то есть. Пол тут бетон. И смотрим, сверху также бетон. Так, здесь все понятно. Довольно-таки просторный и классный подвал. Неплохой подвал у вас. Неплохой, кирпич, награжденный, причем все. Ага. Так, ну и получается последняя дверь. Это что у нас, подскажите? Нет, нет, нет. Ага. А она отапливается? Газ сюда подведен, печка здесь можно отставить. Вот, печку можно отставить просто. А то она не к ней. Все, вижу. Так, ну и трещины мы тоже будем искать. Находить. Ищите все, конечно. Любим, как он правильно знает. Так, а свет работает здесь? Нет. Лампочка. Лампочка, да, вижу. Сгоревшая, просто сгоревшая. Я вижу, вижу, нить любита вольфрамовая оторвалась. Все понятно, видно. Окна здесь выходят. А куда у нас окна выходят? В гараж, что ли? Выходят во двор, но дело в том, что там у меня собачка сидит, которая больно разбивала даже окна. Не общительная. А, даже такая. Я думал, не то, что не общительная. Большая, да, собака, крупная у вас? Крупная, да, алабая. Ну, вот такое помещение летней кухни. Все понятно. Да, подводится газ, подведен газ, вернее, печка здесь ставится запросто. Собачка у нас, получается, вон она вдрыхнет. Ну да, там лопища, как у меня нога, наверное. Да? Ну, я собачку посмотрел. Вот маленькая уже. Вот отсюда, ближе, что открывается вход. Вот. А я вижу окна, что все стоит. Просто все отсюда снимается, и окна нормальные. Боимся, чтобы она просто такая прыгучая у нас была. Вот такая. Угу. Так, ну и, собственно, что? У нас остался дом. А, еще вот помещение, да, получается, какое-то? Ну, это все в доме. А, это все в дом. Тогда давайте я сейчас для себя фасад пробегусь. Также посмотрю трещинки щели, что как есть. Вот так это все выглядит. Я пальцем прям буду вам указывать на то, что найду. Ну, я вот такое, знаете, то, что вставка была залеплена, не считая за какую-то сверхсерьезную трещину, по верху я также ничего не вижу. Ну, вот по фундаменту также, по облицовке, точнее, фундамента, видите, есть небольшие трещины. Так, ну, я отхожу в сторону. Ага, вот, нашли мы с вами трещину. Вот она, видите? Вот такая колония приходит, которая... Здесь все понятно, по дому, вот отсюда, я не знаю, вы что-то сможете увидеть через решетку, я вас постараюсь просунуть. Я здесь не вижу. Смотрю и под кровельное пространство, и под фундаментом. Получается, по колоннам, по окнам ничего нет. Окна у нас, как уже можно с вами видеть, пластиковые, отливы широкие установлены, все хорошо. И даже сток дождя, также есть система эта водонесущая. Ну и тогда заходим. Здесь у нас такая терраса, то ли веранда, прихожая, тамбур, коридор, как угодно он называется. Здесь расположен счетчик. У нас есть выключатель, мы его понажимаем, посмотрим, что мы сделаем. Ну, непонятно, скорее всего, на улице свет. Плитка на полу. Окно здесь получается пластиковое. Вот, получается, вход, он будет разводить нас в сторону. Я подумал, что то отдельное строение, а оно совместно. Давайте тогда заходить. Друзья, зашли. Вот он вход, я вам покажу. Быстро прокручу. То есть, вот дверь, окошко, можем посмотреть, кто у нас тут пребывается. Так, ну и проходим сначала в левую сторону, которая, я думал, что отдельная пристройка. Получается длинный вот коридор. По правую сторону у нас будут небольшие окна. Такие, знаете, мутные, которые широкие еще. Раньше в школах, в спортивных залах стояли. Я думаю, вы понимаете. Вот такие окна. Они на протяжении всего коридора. То есть, вот, потом небольшая заглушка стена. И еще раз окно. И получается, у нас уже здесь просторная кухня. Довольно-таки действительно просторная. Я вам вот так ее показываю. Отлично. А свет включите здесь сразу, чтобы мы могли посмотреть, что да как есть цвет. Ну и тогда кухонная зона. То есть, фартук у вас из плитки. Помыть, перемыть все можно. Там что-то брызнуло, ляпнуло. Печка есть. Ну то, что, знаете, бывают у некоторых стены. Я уже все оставляю, кстати. Стены с обоями бывают. Вот тут кухню вообще все оставляю. Даже стол и стулья. А уголок? Уголок тоже оставляю. Все хорошо. В холодильнике забираю, телевизор сюда забираю. Хорошо. Потолки здесь просто побелка. Или гипсокартон. Слушай, ровные, да. Гипсокартон. Ну я рукой достаю. Сколько высота здесь? 2,10, может быть, 2,15. Рукой достаю, в общем. Ну, я муж был высокий. Нормально. Так, и получится, что у нас в кухне также пластиковые окна. Да, окна пластиковые, да. А здесь ручка чуть-чуть пострадала. Ручка поломана, да. Откосы я вам покажу сразу. Солнце там, возможно, в глаза посветит. Так, ну и батареи, получается, они закрыты. Да, да, да. Батареи закрыты. А батареи чугунные или какие радиаторы стоят у вас? Радиаторы стоят, чугунные в доме. Ага. А здесь вот эти... Как они называются? Регистрируют вот эти. Да, 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 да. Сейчас, секунду. Я тут через занавеску проберусь, покажу ещё одно окно. То есть, вот они, откосы, все ровные вполне. Ну, здесь также ручка в таком состоянии. Но окно стоит на микропроветривании. И в помещении у вас сейчас довольно-таки тепло. Ну, у нас всегда будет вот на половину котелка. А пол здесь что, получается, бетон? Пол, опилка, бетон. Ну, я тут немного были, как бы, немножко просадка была, мы заделывали просто бетон. А вообще-то опилка бетон здесь. Так, ну, с кухней, я думаю, что можно заканчивать, выходить. У нас там ещё какой-то проход, я видел. Ванная, котел. А, здесь и ванна, котел, стиралка. Получится здесь. Ну, здесь прям особенно тёплое помещение. Такая вот, типа, ниша, спуск под котел. Ну, и ванна. Скажу, что глубокая, но небольшая в длину. Своего рода экономная ванна. Так, бойлер здесь установлен большой довольно-таки. Ну, и давайте посмотрим по напору, что у нас. Ага, вода потекла, всё. Это ближе, это холодная. Вот сюда, здесь сильный, хороший такой напор. А оттуда, отсюда тёплое. Ну, я думаю, что если там кому-то с напором будут вопросы, там смеситель меняется. Да никакого, нет, вопросов нет с напорами. Всё. И туалет у вас также здесь присутствует, потолок, этот стены, потолок, всё в пластике. Вот так вот это выглядит, на полу плитка. В перидоре, конечно, у тебя есть ремонт. Я просто не дошла до этого. Если не продам, то я это сделаю ремонт. А что продавать-то собрались? Почему продаю? Ну? Да потому что дети в Москве, а я здесь одна стала. А, перебраться хотите? Да, муж у меня 20 лет назад, они в Москве, а я одна. Всё, понял. Так, у вас здесь что, ДСП-шки или что это, потолки? ДСП. Ага. А в комнатах, я смотрю, уже натяжки будут, да, походу? Там тоже есть гипсокартон, две комнаты, а две комнаты натяжные. Натяжные. Так, ну и заходим, получается, гостиная такая, проходная комната, которая разводит нас в остальные. Сколько всего, получается, четыре комнаты? Четыре комнаты. Давайте тогда начнём, как, слева. Я ещё здесь буду проходить, вы это помещение увидите, а я пока по комнатам разведусь. Полы деревянные, получается, здесь. Полы чисто деревянные, внизу доски, сверху ДСП, просто нигде ничего не скрипит, полы шикарные. Чисто вот экологически, вообще чистые. Всё, я думаю, что вы должны были слышать. Микрофон у меня подключён. Вот такая вот чуть продольная комната, получается. Какая-то детская. Здесь компьютерная зона, возможно. Широкий подоконник. Ну и откосы смотрим. К откосам претензий абсолютно никаких нет. Окно есть. Берёза у вас классная во дворе, на улице. Большущая. Орехи, там берёза. Орехов очень много. Всегда мне это дерево нравилось. Какое-то оно особенное. Так, здесь уже арочный вход. Получается, вы ремонт не так давно делали или что? Да, недавно. Ну и здесь стены, обои. Получается, потолки здесь в два уровня. Вот вы их можете посмотреть. Свет я сейчас обязательно должен включить. Отлично всё работает. Зачем много? Слишком много. Я люстров одну оставила лампочку. Всё, понял. Так, ну и здесь также я окна посмотрю. Занавески видите, что тут угловая получается, комната и окна. Сейчас я отойду. Получается, по левую сторону два окна и вправо. Поэтому гардины, видите, угловым образом поставлены. Занавески везде присутствуют. Ну и такие же подоконники, откосы, стены толстенные. Прям дом тёплый, я так понимаю, что... Дом тёплый. Да, такие стены иметь, конечно, он не будет холодать. Так, и открытие, пребетривание. Всё абсолютно у нас присутствует. Закрыть, если окно надо, вот на роликах стоят. Так, и у вас окна все, получается, однотипные, да, я так понимаю? Да, да, да. Что все одинаковые. Ну тогда давайте я бегу, их просто покажу, вот так проведу. Без каких-то лишних разговоров. Что они есть? Глухие? Все открываются или есть какое-то глухое окно? Вот оно. Здесь глухое вот это. Вот получается глухое, да. Вот здесь глухое. Так, правое. Ну, получается, угловые, которые в углу находятся, они как раз-таки... Так, здесь двое, здесь два провождаются, два закрытия глухие. Угу. Так, батареи также здесь присутствуют под каждым окном. Да, да, под каждым здесь много батареек. Так, ну и последнее глухое, я думаю, что оно точно такое же. Вы убедились, что там ни трещин, ни следов сырости, грибка, ничего нет. Ну, я провожу также по комнате, вы её посмотрите, я даже там... Я обращаю внимание, что говорят, камеру держи не в груди, а чуть ниже, чтобы мы видели пол. Вот я вам показывал, ребят. Есть. Так, ну и дальше, тогда получается ещё одна последняя комната. Здесь встроенная вибель. Она остаётся, получается? Да, всё здесь остаётся, абсолютно. Отлично. Всё видно здесь. Вот здесь, да, натяжка ещё, получается, потолки? Здесь натяжные потолки ещё. Да, ещё здесь натяжные потолки. Угу. Ну, полы я уже сказал. Что деревянные. Здесь также есть окно. Каждая комната светлая. Смотрим, как открывается. Всё отлично. Соблака наша также дрыхнет. Ну и получается, вот. Я вам всё показываю. Да, давайте я развернусь уже с другого, просто конца комнаты покажу в обратном направлении. Вот такая натяжные потолки, комната, шкафы, всё встроено. А шкаф ширина сколько? Ширина шкафа сколько? Ой, ну не знаю, два, два с лишним метра. Нет, ну я имею в виду, что так где-то восьмидесятка, понятно. В глубину. А, в глубину? Да, я в глубину посмотрел, сантиметров 80 там есть. А, ну там да, порядочно. Нормально. Да, всё, всё понятно. Сплит-система также у вас установлена. Да, на кухне, где-то на весь дом сплит-система. Ну да, у вас комната так, что туда холода тоже должна заходить. Ну и всё получается, мы всё прошли. Я вам так сейчас бегло ещё покажу расположение комнаты, если кто не успел запомнить, забыл. Вот так это всё выглядит довольно-таки тёплый, чистый, уютный дом с неплохим ремонтом. А мы пока что будем выходить. Друзья, пока не забыли, смотрите, такая ситуация. То есть вот он, тот самый навес. Я сейчас его снаружи покажу, где мы входили. Вот, получается, у нас дом. Мы входим, и здесь у нас выгребная яма. Канализация, соответственно. То есть сюда проходит весь сток. Она очень глубокая. То есть вот на всю эту ширину. Есть вот металлическая, там будет крышка-люк. Выкачивается раз в два, в три года. Вот хозяйка выкачивает конкретно. Машина приехала, откачала жидкость. И по сути всё. Вот такой момент мы упустили, но не упустили до конца видео. Всё. Друзья, вот посетили мы данное домовладение, которое позади меня находится. Вы его сейчас опять можете посмотреть и увидеть. Что скажу? Довольно-таки просторное. По деньгам всё будет в описании. Контактные номера. Также, если у вас возникли какие-то вопросы, задавайте, пишите, звоните. Ватсап там будет всё написано, указано. На этом всё. С вами была команда Николая Сомсикова. Я напоминаю, что меня звали Артём. Пишите свои комментарии, пишите отзывы, что вы считаете по данному обзору и дому. Всего доброго. Всем счастливо. С вами был Игорь Негода.